Уважаемые коллеги, Роспатент является одним из ведущих патентных ведомств мира и естественно, что его роль на евразийском пространстве сейчас очень высока. Это было убедительно доказано, когда мы принимали в прошлом году программу развития Евразийской патентной организации до 1928 года, где сформулировали все необходимые позиции для успешного продвижения евразийской интеграции в сфере интеллектуальной собственности. Очень важно, что в декларации поставлена цель шестая – обеспечить международное влияние Роспатента на все процессы. Это функция Роспатента, которая осуществляется во внешнем пространстве, конечно же, основополагающая и она именно позволяет защитить интересы россиян. Мы с удовлетворением отмечаем, что для обеспечения этой функции, собственно говоря, принята целая программа развития ФИПСа как глобального центра и не только патентной экспертизы, но и продвижения всей сферы интеллектуальной собственности. Говоря об итогах года, прежде всего хотелось бы отметить рост активности россиян по подаче заявок. И мы видим, что не только по национальной процедуре такой рост происходит, но и по евразийской процедуре у нас рост заявок россиян – 21% по изобретениям и 65% по промышленным образцам. Некоторое сокращение доли заявок иностранных в Российской Федерации не повлекло уменьшение общего количества заявок на евразийском пространстве. Более того, наряду с уходом с рынка Евразии ряда компаний, все-таки нужно отметить, что иностранные компании заинтересованы в евразийском рынке и продолжают на нем оставаться. Интересные показатели по поддержанию патентов в силе в нашей организации. 2023 год показал, что Соединенные Штаты Америки нарастили свои активы на 4%, Великобритании на 2%, Китай – 23%, Российская Федерация тоже на 21% больше охраняет в 2023 году своих патентов, чем годом ранее. Российские экспортеры адаптируют свою деятельность к текущим реалиям и выбирают дружественные юрисдикции для дальнейшей работы. В сегодняшних условиях получение правовой охраны регионального охвата становится все более и более актуальным. Рост российского экспорта в евразийские страны растет. Государство стимулирует проекты промышленной кооперации, создание совместных предприятий. Реализация многосторонних и двусторонних проектов в области промышленности, сельского хозяйства, расширение научно-образовательных контактов, расширение технологического сотрудничества на евразийском пространстве неизбежно повлечет за собой необходимость решения вопросов региональной охраны технологий, промышленных образцов, а также брендов. Мы готовы развивать евразийскую систему в соответствии с потребностями россиян, которые являются одними из самых активных наших заявителей. И к такой насущной потребности относится введение единого евразийского товарного знака, введение единой евразийской полезной модели. В соответствии с Роспатентом мы продолжим работу по повышению качества патента. И безусловно все страны и регионы учитывают успешный опыт Роспатента в международной сертификации качества предоставляемых услуг. Мы будем работать над тем, чтобы наши услуги соответствовали высоким требованиям международных стандартов. Продолжим нашу практику сотрудничества по проведению экспертизы отдельных заявок и сближении подходов к самой патентной экспертизе. При этом мы уже сейчас используем опыт Роспатента и по другим вопросам, например, аутсорсингу. ЕПВ инициировал пилотную программу расширенного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретений. Это нам позволит повысить качество патента за счет привлечения узкопрофильных специалистов из всех наших стран в приоритетных отраслях. Это химия, медицина, биотехнологии, космические и IT-технологии. Мы предлагаем всем нашим странам Евразии работать с теми же аутсорсинговыми центрами, которые были уже аккредитованы Роспатентом. И это, я думаю, нам очень поможет. Бесценным подспорьем является опыт Роспатента по цифровизации. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Ильич Мишустин, выступая на Международном цифровом форуме в Алматы 2 февраля, заявил о готовности транслировать российские разработки во всем регионе. Я цитирую. «Российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения мы готовы передавать партнеров, делиться ими». При этом представитель правительства подчеркнул, что при этом сохраняется полностью суверенитет данных стран. Но то, что и также было отмечено, что общими будут сервисы ядроплатформ. Для России такое сотрудничество – один из способов продвижения своих передовых цифровых продуктов. Это путь в целом в увеличение роли России в большой Евразии. У нас есть опыт такой совместной работы, но потенциал IT-взаимодействия еще очень велик. В 2023 году нами успешно масштабировано российское решение для приема заявок 3D-моделями заявляемых объектов. При поддержке ЕАПВ возможность работы с 3D-форматами внедрена в Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Это, несомненно, успех той программы цифровой трансформации, которую делает Россия. И это то, что находит понимание, я думаю, и у председателя правительства. Мы передаем эти технологии. Мы их успешно адаптировали и в евразийском патентном ведомстве. Теперь ведомства-партнеры могут принимать трехмерные изображения в полном соответствии с международным стандартом, разработанным в АИС целевой группой под председательством Российской Федерации. Эту работу, которую проводит Роспатент во Всемирной Организации интеллектуальной собственности, мы тоже очень высоко оцениваем. При этом на всех площадках Евразийское патентное ведомство делает все необходимые заявления о недопустимости односторонних нелегитимных мер в сфере интеллектуальной собственности. Я думаю, что мы эту работу совместно продолжим и на ассамблее, которая будет с 9 июля по 17-й проходить в Женеве, и на которой мы будем отмечать 30-летие создания Евразийской патентной организации. Это для нас будет хорошим поводом, чтобы реализовать наши подходы на международном треке. Среди перспективных приоритетных направлений нашего дальнейшего взаимодействия остается также IT-технологии. Это развитие электронной подачи евразийских заявок, интеграция открытых реестров для наполнения общего евразийского реестра, модернизация проекта ЦИСПАТЕНТ, совместные проекты в области искусственного интеллекта. По всем этим направлениям у нас предусмотрены конкретные научные исследования, конкретное сотрудничество. Оно проходит достаточно сложно, это непростые процессы, и я призываю всех сотрудников ведомства, всех сотрудников ФИПСа, РГАИСа, активнее работать на этом пути. Поздравляем Роспатент с запуском сервиса по поиску товарных знаков. Эта платформа с продвинутым поиском изображений представляет большой интерес, в том числе для нас уже сейчас, при принятии решений по охраноспособности промышленных образцов. Еще одно успешное направление нашей совместной работы – научные исследовательские проекты, которые в настоящее время приобретают все больший масштаб. Исследования проводятся как в целях повышения эффективности евразийской системы патентования, так и совершенствования национальных патентных процедур. Благодаря таким проектам формируются общие методологические подходы к патентованию объектов промышленной собственности на евразийском пространстве. При этом реализация совместных НИР по различным актуальным вопросам, в том числе методологическим, осуществляется и при финансовой поддержке евразийского патентного ведомства. Совместно с ВИПС реализован важный проект НИР по формированию общего экспертно-информационного пространства в регионе. Важно, что это направление деятельности задекларировано Роспатентом как одна из целей дальнейшего развития. К нами подготовлены практические предложения по расширению межведомственного диалога по вопросам экспертизы и цифровизации. Начата их реализация. Так заключено два соглашения для проведения экспертизы, совместного проведения экспертизы. Принята пилотная программа, о которой я говорил. Между ЕПВ и ведущими научными и образовательными организациями государств заключаются соглашения. Кроме того, были сформулированы предложения по модальности евразийской программы по ускорению патентной экспертизы совместного поиска и предложения по IT-проектам. Нам необходимо внедрить в работу ведомства общие современные цифровые решения, развить общие патентно-информационные ресурсы и обмен информацией и реестрами. В результате проведенной в 2023 году совместно с РГАИС-НИР подготовлен проект концепции евразийской системы правовой охраны товарных знаков. Я благодарю Академию за эту работу с точки зрения обоснования научного. Евразийский товарный знак готов к тому, чтобы его уже продвигали политики. Итогом совместной работы с Белорусским национальным центром интеллектуальной собственности стали научно обоснованные предложения по вопросу создания евразийской системы правовой охраны полезных моделей. Мы благодарим Совет Федерации за публикацию этих материалов в своих изданиях. Эти предложения были широко опубликованы и поддержаны всеми специалистами из всех наших стран. В ближайшее время мы планируем начать проведение целого ряда НИР. В частности, для нас важно исследование правовых и практических аспектов патентования и изобретений полезных моделей КНР. Несмотря на то, что рост заявок из КНР наметился, но в общем объеме их еще у нас очень мало. А заявок из КНР, скажем, по сравнению с американскими заявками, в четыре раза меньше на нашем пространстве. А в то же время патентование в Китае имеет даже большие объемы, чем в Америке. Для нас очень важно, что мы анализируем возможности применения цифровых инструментов патентной экспертизы, основанной на искусственном интеллекте. И это нам позволит сокращать срок рассмотрения заявок уже в ближайшем будущем. Важно, что разрабатываются методологические подходы по оценке патентоспособности изобретений в области органической химии и биотехнологии. Мы перешли от просто обсуждения разногласий в методологии к выработке совместных предложений. И причем наша программа имеет долгосрочный характер. Ряд НИРов мы уже планируем на 25-й год провести по этой тематике, чтобы добиться большей эффективности всей этой работы. Причем я хотел бы поблагодарить экспертов ФИПСа и экспертов ЕПВ за то, что исследования становятся не только методологическими, не только патентными, но они начинают иметь огромное значение в целом для развития отраслевых наук, биотехнологии, медицины, фармы и многих других направлений. Для нас важно, чтобы такая же работа проводилась и в сфере компьютерных технологий, о чем сейчас очень много говорят. Мы должны увидеть, как представляется патентная информация сейчас в мировом пространстве и какие новые пути определить для этого. То, что сколковские специалисты ставят уже эти вопросы в публичном характере, должно быть услышано нашими ведомствами и мы должны уже с ними совместно работать. Уважаемые коллеги, в этом году 30 лет Евразийской патентной организации. Мы запланировали ряд юбилейных мероприятий, совместную выставку в Женеве на полях ассамблеи. И очень рассчитываем, что российская часть этой выставки будет очень современной, интересной для всего мира. Будем рады всем предложениям, всем желающим разделить нам этот праздник. Мы готовы с вами со всеми работать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ